МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятерка! АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня, как вы видите, у нас после долгого перерыва немножко необычная игра. Игра, так сказать, без галстуков. Ну, я без галстуков, а вот команды без шарфиков. У них и так хватает, что называется, фирменных галстуков, формы. Мы сегодня играем с гимназистами. Слева от меня, возле красных шарфов, в бордовых галстуках, представители 71-й гимназии и капитан у них Даша Романовская. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа от меня вот так очень хорошо улыбается капитан команды 46-й гимназии имени Блеза Паскаля. Вера Дубина. Синяя команда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, седьмые и восьмые классы. Младшая наша серия. Итак, мы начинаем. РУДИСМЕНТЫ Пятерка. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не устаю, я не устаю повторять, что нашу уникальнейшую телегитарию, такой больше нет нигде в мире, творчески снимает телерадиокомпания Гомеля, а поддерживает ее Гомельский областной исполнительный комитет. Спасибо им. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, начнем игру. Блев игра по традиции ее открывает. Наша Донетка, наша проверка интуиции. Даша Романовская, 71-й гимназия. Кого вы считаете самым большим интуистом в вашей команде? Мы считаем, что это Глеб. Глеб, великолепно. Глеб, готовьтесь. Вера Дубинина, вы сейчас назовете самого прозорливого игрока с 46-й гимназии. Я определенно считаю, что это Гриша. Итак, Глеб против Гриши. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Ваша задача, ваша задача выиграть кнопку и произнести да, либо нет. Потому что иногда я буду давать совершенно лживую информацию, уж простите, а иногда я буду давать чистую правду. Вам нужно будет либо поймать меня на лжи, либо поймать меня на правде. Итак, внимание, начнем. Ну, начинаем бой. А вот бои быков или корида особенно популярны в Италии. Вы это верите? Фальстарт у вас. За этим очень строго следит наш электронный судья. Глеб, прошу вас. Да. Да, в Италии бои быков. Да и никогда в жизни Испания только и только Испания. Запомните, теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что для укрепления зрения необходим витамин А? Прошу. Да. Да, конечно. Ешьте все с витамином А, например, морковку, и у вас будет великолепное зрение. И что еще? Чернику. Чернику. Вот, прекрасно. Поехали. Верите ли вы, что клюква – это луговое растение? Прошу. Нет, оно на болотах растет. Умница. Абсолютно точный ответ. Плюс пять очков принес своей команде. Играем. Невы сжатые, рощи голые, от воды туман и сырость – это стихи Пушкина. Верите, нет? Да. Да. Нет. Клеб, это Есенин. Честное слово. Пушкин – это буря мглою, небо кроет вихри снежные. А вот такое нежное, тихое – это Есенин. Играем. Верите ли вы, что самое распространенное дерево в Белоруссии – это береза? Ну? Нет. Нет. А как ты думаешь, какое? Сосна. Сосна. Браво! Великолепно. Итак, счет пять-десять в пользу 46-й гимназии. Перед нами дуэль игра. Следующий бой. Итак, внимание. Пять тем дуэль игры. Ну, каждый из вас попробует свою тему. И я вам дам целых пять секунд, чтобы вы решили, кому какая тема, какого боя больше нравится. Ну, а перед этим, естественно, я оглашу темы. Внимание. Первый бой – мы, белорусы. Все о нашей стране. Второй бой – пары. Все о цифре 2. Третий бой – говоря научно. Такие хитрые определения, иногда обычных вещей. Четвертый бой – Пушкин. Ну, наше все, как бы без него. И пятый бой – награды. Итак, внимание. У вас пять секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов. Взять вперед! Пять секунд и стекли. И я обращаюсь к капитану Красных. Даша, мы, белорусы. Кто лучше всех знает нашу страну? На эту тему пойду я. Хорошо. Вера Дубинина, 46-я гимназия. Есть у вас знаток нашей синяя в окой. Определенно, это я. Великолепно! Капитанский бой – мы, белорусы. Белорус Даша против белорусы. Вера, вперед! Итак, это уже боевая игра. Интеллект на интеллект, лицом к лицу. Ну что ж, играем. Его синие цветы в гербе нашей страны. Вера? Определенно, это василек. Это василек. Да нет таких цветов у нас в гербе. Даша, прошу вас. Я считаю, что это лен. Это лен, конечно же, это лен. Пять очков сейчас Даша принесла своей команде. Столько стоит правильный ответ в дуэли игре. Играем. Первое летописное упоминание Минска в записи о битве на этой реке. Вера? Это река Немига. Великолепный ответ. Под этим городом, буквально под этим городом в нашей стране добывают ценные калийные соли. Прошу, Вера. Это Солигорск. Великолепно. Браво. Царь, ангел, баба, мужик, коза, медведь. Герои этого белорусского народного театра. И снова Вера. Блестящая реакция. Это Батлейка. Чудно. Даша, соберитесь. Я хочу услышать ваш голос. Играем. Знаменитый художник Марк Шагал родился в этом белорусском городе. Фальстарт у Даши и у Веры есть шанс. Может быть это Минск. Да нет, а вот что хотела ответить Даша? Витебск. Витебск, конечно же. Витебск родина нашего знаменитого Марка Шагала. И после первого боя дуэль игры 15-25 в пользу 46-й. Паскалевцы рулят. Вперед. Мы играем в следующий бой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, внимание. Тема второго боя. Пары. Даша, кто у вас в парах следующих? Я думаю, что это Глеб. Глеб. Прекрасно. А кого отправляет в бой Вера? А я считаю, что это Егор. Итак, Глеб против Егора. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, парой во времена детства ведущего нашей игры называли именно эту оценку. Ой. Прошу. Двойка. И это правильный ответ. Давно это было, но тебе это правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ Так в музыке называют поющую пару. Прошу. Дуэт. Дуэт. Великолепно. Если к парной упряжке добавить одну лошадь, получится... Фальстарт у вас, Глеб? Получится три лошади. Три лошади. А как эта упряжка называется? Эээ... Хором в зал. Тройка. Тройка. И это правильный ответ. Тройка, конечно же. Вот как легко играть на трибунах. Сразу все правильные ответы приходят сами собой. Блестящая просто игра. Вот куда это девается, когда выходит за стойки. Играем. Один из видов этого спорта – парное катание. Фигурное катание. Блестящий ответ. Отлично. И заканчиваем. Когда говорят, что мужчина и женщина друг другу не подходят, почему-то вспоминают этот поп-дуэт. Ну? Поп-дуэт. Ну, три, две. Одна у соперника есть шанс. Не пара. Великолепно! Не пара! Мужчина и женщина, ну что делать? Ну, не пара. Не пара. И это бывает. Мы играем в следующий бой. Спасибо. Молодец. Все, 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 все. Студия поддерживает «Красных» 71-й гимназии, потому что 20-40 не в ее пользу, пока к такому счету, по-моему, они не привыкли. Играем. Третий бой, может, с наукой у них попроще. Даша, кто у нас, говоря научно, может? Я думаю, что это Максим. Максим, великолепно. Вера, у вас научный человек? Я считаю, что это Саша. Итак, Максим, брыв Саши, вперед! Максим! Поехали. Говоря научно. Так называют вещества, которые не имеют примесей других веществ. Прошу. Однородные. Однородные – это неправильный ответ. Прошу вас, есть более точное определение. Максим, может, вы знаете? Раствор. Их называют «чистые вещества». Играем. Он – это святой, бесплотный дух, возвещающий и исполняющий волю Божью. Бог. Ну, сам сказал, сам исполнил. Не бывает. Прошу вас, Максим. Святой дух. Это ангел. Итак, внимание. Периодически фонтанирующий горячий источник – это? Пальстарт у вас. Затем очень строго следит наш электронный судья. Прошу. Гейзер. Это гейзер. Не торопись отвечать. АПЛОДИСМЕНТЫ Подземные колебания земной поверхности называются? Максим. Землетрясение. Правильно. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Это изменяемая часть слова служит для образования разных форм одного и того же слова. Это? Наречие. Наречие. Часть слова блестящая. Максим. Окончание. Ну, я же сказал, в окончании боя подсказка в лоб просто шла. Конечно, с помощью окончания разные формы одного и того же слова и образуются. Ну что, неплохо отыграл Максим. 40 остался счет у 46-й гимназии, а Максим сократил разрыв, как говорят хоккейные комментаторы. 35-40, но впереди 46-я гимназия. Играем дальше. Следующий. АПЛОДИСМЕНТЫ Сашли все! Сашли все! Пушкин – это наше все. Даша, кто у вас знает все? Знает все у нас Ваня. Ваня. А у Веры? Это Гриша. Итак, Иван против Гриши. Вперед! Ваня! 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 Великолепно. Великолепно. Я понимаю, что у нас больше двух раз к стойке не ходят. По-моему, Гриша пришел в свой последний раз сегодня. Итак, внимание. Пушкин. Будьте внимательны. В стихах Пушкина про лукоморье упоминается именно столько богатырей. Прошу. Три. Три. Хорошо. Что-то новое в пушкинистике. Прошу вас. Ваня. Один. 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 А 30 витязей прекрасные. А, там же витязи. А вот через леса, через моря колдун несет богатыря одного. Браво! И вы сравняли еще. Поздравляю вас. Она в стихотворении «Зимний вечер» мглою небо кроет. Прошу. Туча. Туча. Прошу вас. Риша. Кто же там мглою небо кроет? Увы, 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 буря мглою небо кроет вихри снежные. Крутия. Играем. Пушкинского героя, которому кудесник предсказал смерть от коня, звали... Прошу. Князь Олег. Да, как ныне избирается вещи. Олег, это правильный ответ. Браво, играем. Таким, таким было растение анчар в описании Александра Сергеевича. Какое оно было? Волшебное. Волшебное. Ну, это... Роулинг волшебное у нас все описывает. Прошу. Какое? Чудесное. Чудесное. На самом деле, оно было ядовитое страшное, но он немножко преувеличил. На самом деле, оно не такое ядовитое, оно не все вокруг себя убивает. Итак, заканчиваем тему про Пушкина. Именно к этой стихии обращался с последним вопросом про свою невесту королевич Елисей. Он спрашивал-то, не видал ли, где нас видит царевна молодой после солнца и месяца? Прошу вас. Ветер. Ветер, отвечает. Ветер буйный, да. И вот бой у нас переходит в такую равную. Стадию 45-45. Следующий бой. Гражи! 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 Итак, в конце боя, в конце игры нас всех ждет награда, в том числе и тех, кому не очень повезет. Итак, Даша, тема пятого боя – награды. Кто? Пойдет, Влад. Великолепно, Вера. Пойдет, Леша. Итак, Влад против Леши. Вперед! Это самая престижная в науке премия была впервые вручена в 1901 году. Прошу. Нобелевская премия. Нобелевская премия – это правильный ответ, да. Премию имени Астрид Лингрен вручают за достижения в этой литературе. Да. Я думаю, в сказках. В сказках, в литературе для детей, да, вы правы. Защита. Именно потому и вручают, что Астрид Лингрен – это известнейшая шведская сказочница. Играем. Он, наконец-то, получил Оскара за актерскую игру в фильме «Выживший». Дождался. Ну, 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 неужели вы не знаете этого человека, который с самого Титаника ждал, ждал Оскара, а ему все не давали, не давали, наконец-то отдали – Леонардо Ди Каприо. Из этого драгоценного металла выполнялся Советский Орден Ленина. Прошу. Я думаю, что из золота. И платиновая была накладочка «Профиль вождя». Вы правы, пять очков. Играем. И заканчиваем. Имя этого известного белоруса носит медаль, вручаемая у нас работникам науки, образования и культуры. Прошу. Имени Франциска Скорины. Блестящий ответ. Блестящий ответ. Ничего не могу прибавить. Итак, после боя награды, счет 45-65. Алексей вывел свою замечательную команду вперед. У нас тест-игра. Итак, 45-65 впереди. 46-я гимназия. Паскалевцы впереди. А у нас наше скоростное централизованное тестирование. Тест-игра с темой фауна. Даша, кто у вас такой биолог продвинутый? Наверное, я. Это ваш последний выход, напоминаю. Вера, у вас? В этом явно разбирается Егор. Так, итак, Даша против Егора. Вперед! Садитесь! Красный! Внимание! Вам нужно выжать кнопку и назвать вариант. Естественно, правила фальстарта никто не отменял. Наш электронный судья БДИТ. Играем. Самый большой в мире кит. Это А. Синий. Б. Белый. С. Зеленый. Прошу. Это синий кит. Синий кит блювал по-английски. И вот тут уже ставки растут. Тест-игра. Правильный ответ. 10. Подбор 5. 10 очков человек получил. Играем. В 90-е годы белорусскую валюту называли А. Зайчики. Б. Белочки. И С. Котики. Даша. Я думаю, зайчики. Зайчики, конечно, на рубле был. Зайк изображен. Даша десятку принесла своей команде. Шутят, что обезьяны умеют говорить, но не хотят. Все это делается для того, чтобы... А. Не делать ошибок. Б. Не пугать людей. И С. Не работать. Прошу. Не работать. Не работать. Это правильное ответственное действие. АПЛОДИСМЕНТЫ У насекомых. А. Три пары конечностей. Б. Восемь ходильных ног. И С. По две педипальбы. И еще сверху хелицеры. Даша, вариант. Три пары конечностей. Три пары конечностей. Они шестиногие. Великолепно. И про моих любимых тигров вопрос. Полосы. Полосы нужны любому уважающему себя тигру. Для чего? А. Для красоты. Б. Для маскировки. И С. Для счета лет. Даша? Для маскировки. Для маскировки в джунглях. Там где тени от солнца. Полосатый тигр практически не заметен. И счет у нас после отличной игры. И Дарьи. И Егора. 75-85. 46-я впереди. Играем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша, Славера, любимейшее, любимейшее развлечение участников «Эрудит пятерки». Ну что может быть проще? Смотришь на экран, видишь картинку, видишь букву и тут же называешь, что перед тобой. Даша, 71-я гимназия. Кто у нас в картинках вселен? Ваня. Ваня. Прекрасно. Вера. Это Леша. Это Леша. Итак, внимание. Ваня против Леши. Вперед. Спасибо. Тут ничего жать не нужно. Я буду по очереди обращаться к каждому из вас. Только у меня к вам огромная просьба. Смотреть положите на экран, но ответ обязательно удостойте своим вниманием микрофон, пожалуйста. Хорошо. Начинаем мы с выигрывающей, как обычно, команды. И я обращаюсь к Алексею. Алексей, прошу для вас слайд. Три, две. Может, алиби? Алиби. Я, Александр Сергеевич Пушкин, был на Черной речке без Дантеса. Это неправильный ответ. Прошу вас. Адрес. Адрес. Нет, ребятушки. Рощерк какой-то или образец почерка называется автограф. Теперь вы это знаете. Играем с вами, Ваня. Барбекю. Барбекю, конечно. Все очень просто. 15 очков заработал человек. Ну, вопрос несложный. Прошу вас, Алексей. Что перед вами? Вопрос очень сложный. Вот это очень сложный вопрос. Смотрит на экран Алексей. Что? Храм. Храм. Уже неправильно. Прошу. Это в Лондоне есть замечательнейшая точка. Вестминстерское аббатство. Вот будете в Лондоне, посмотрите. Увы. Играем с вами, Иван. Ваш слайд. Прошу. Прошу. Гиза. Это Гиза, там, где пирамиды. Великолепно. 15 очков. Алексей. Ну, как этого человека назвать? Работа его. Он диктор. Он диктор, да. Это знаменитый диктор Юрий Левитан. Как я говорю, от Советского информбюро. Играем с вами, Иван. Прошу. Евро. Это евро, да. Вы правы. Алексей, прошу вас. Как одним словом назвать этих людей? Да я даже посторонюсь, чтобы вам было веселее. Пожалуйста. Взгляните, что у них в руках. Нет, я не вижу. Не вижу. А вот, смотрите, вот одна штучка в руке. И у женщины такая же в руке. Они жницы. Жницы, жницы. Принимается. Хорошо. Картина Венецианова «Жницы». Прекрасная. АПЛОДИСМЕНТЫ Иван. Знотоки. Да, Макс, Поташов, Александр Друзь. Именно знатоки. Прошу вас, Алексей. Я думаю, я считаю, что это икона. Икона, вы не правы, у вас есть шанс. Исповедь. Это исповедь. Священник накрывает прихожанина и Петрахилью и слушает, спрашивает, ну в чем грешен. И тот честно ему рассказывает. Прекрасно. А 10 очков взял на подборе Иван. Прошу вас, теперь в вашу очередь, Иван. Капитан. Вот перед вами капитан Титаника Смит. На всякий случай, вот запомните его лицо. 160. Это 71-я гимназия. 115-я гимназия 46-я. Но все еще поправимо. Риск игра. Ты ничего. Итак, внимание. На риск игру это единственная игра, где можно заработать штраф. Правильный ответ. Плюс 20 очков. Неправильный. Минус 20. Единственная игра со штрафом. И обычный капитан отправляет в бой. Когда верит в себя, отправляет в себя. А когда уже дважды сходил или не верит в себя, он отправляет самого мощного, самого сильного, до самого нахального игрока. Тоже без нахальства в нашей игре никуда. Не деться. Даша, ваше решение. Я отправлю Максима. Максим Городкевич. Великолепно. Вера, сами пойдете. Да, я. Итак, Макс против Веры. Вперед! Вера! Вера! Максим! 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 Максим Городкевич из 71-й гимназии, которая пока ничего имени не носит. Может быть, будет носить когда-нибудь ваше. И Вера Дубинина. Имя, которое никогда не присвоят 46-й гимназии, потому что место уже занято. Блеск Паскаль тут уже подсуетился. Итак, внимание! 20 очков. Темы повторяют темы нашей дуэли игры. Внимание! Мы – белорусы. Это национальный парк, принадлежащий сразу двум странам. Прошу, Максим. Это Белорусская пуща. А может, еще и страны назовете? Это уже не штрафуют. Польша и Беларусь. Польша и Беларусь. Великолепный ответ. Плюс 20. Пары. Согласно пословице, эти два предмета – обуви – пара. Максим? Два сапога. Два сапога – пара. Браво! Говоря научно, устное народное творчество, ну, сказки, например, еще называют умным таким немецким словом. Да. Это фольклор. Браво! Великолепная Вера! Это фольклор. Ну, еще его собирал Шурик в Кавказской пленнице. Пушкин. Пушкинская Белочка. Добывала из золотых орешков эти драгоценные камни. Максим? Изумруд. А орешки непростые, скорлупки золотые, ядрочистый изумруд! И награды. За успехи в воспитании и профессиональной подготовке молодежи, развитие физической культуры и спорта вручают медаль за такие заслуги. За какие заслуги? За какие заслуги? На картинках великолепно Иван сыграл, воспользовался всеми ошибками своего соперника. Ну, а Максим, хотя Вера сопротивлялась отчаянно изо всех сил, Максим просто поставил красивую точку. Медаль я вам повесить не могу, но дипломы вполне могу вручить, когда вы вернете к своим командам. Итак, счет 220-135. Сегодня победа у 71-й гимназии. Счастливые лица, перед вами игроков 71-й гимназии. Сегодня победили они, завтра может быть, я просто уверен даже в этом, удача улыбнется 46-й гимназии, потому что наша игра не прекращается. Благодаря телерадиокомпании Гумелей, облсполкому, мы будем в эфире еженедельно. Смотрите нас, включайте нас, смотрим пятерку, получаем десятки, играем! КОНЕЦ